Они приезжают, сходят. Делаем, они опять возвращаются, опять сходят. И с разными причинами. Возраст транспорта, частые поломки, нехватка слесарей. Такие причины схода машин с линии озвучивают в местном филиале МОЗ Трансавта. Глава округа Дмитрий Акулов вместе с заместителем председателя окружного совета Денисом Иудиным и представителем общественной палаты проверил, в каком состоянии находятся автобусы, которые выходят в рейсы. В настоящее время в округе действует 62 маршрута пассажирских перевозок. Из них 39 – социальные. В прошлом году в Сергеев Посад был поставлен 41 новый автобус, но это только 26% от необходимых объемов. Ежедневно на линию выходит 135 машин. Но в результате поломок более 20 из них сходят с рейса. Средний возраст автопарка – 6 лет. Сходы в основном нам дают старый подвижной состав, которому более 7-8 лет они постоянно возвращаются в парк с поломками. Те слесаря, которые имеются в смену, они пытаются оперативно это сделать, но, к сожалению, в это время мы приносим городу жалобы от пассажиров. Главный инженер подразделения МОС Трансавта МАП номер 10 в городе Королеве, в составе которого находится и Сергеево-Посадская производственная база, рассказывает, что раньше в цехе дежурило 20 слесарей. Когда парк пополнили новыми галазами, работавшими на Сочинской Олимпиаде, штат сократили. Сейчас олимпийским автобусам по 10-11 лет, а штат ремонтников остался тем же. У нас все укомплектовано, но количество малое для такого объема, для вот этого возраста подвижного состава, слесарей, узких специалистов, которые обслуживают, ремонтируют подвижной состав, их не хватает. Руководитель комитета по благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству в окружном совете депутатов Денис Иудин в понедельник планирует провести заседание по вопросу работы общественного транспорта. На комитете сформулируют предложения, которые будут внесены в областное правительство и Мособлдуму. База наша колоссальная. Здесь ремонтируется не только транспорт, который обслуживает Сергий Посадский округ, но и, как обратили внимание, еще из других округов сюда привозят машины, либо запчасти, где они проходят подготовку и уходят дальше на установку. База колоссальная. Ресурсы максимально возможны. То есть, в целом, можно будет здесь развернуть прекрасную площадку для ремонта автотранспорта, который необходим сегодня в целом всей Московской области. Но специалистов не хватает. Это ключевая задача наша общая. И с коллегами из правительства Московской области, и с депутатами. Также на региональный уровень будет вынесен вопрос пополнения Сергия Посадской производственной базы новыми автобусами. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что теперь в города Подмосковья будут поставлять только автобусы большого и среднего класса. Татьяна Мельникова, Антон Каврижных, ТВР24.